Всем еще раз большой привет! Я сегодня забрала свой заказ из фикс прайса, пошла на остановку и совершенно случайно села не на тот автобус. И прямо меня привез неправильный автобус в правильный магазин, это фикс прайс. Ну, конечно, я вчера же не все закупилась, мне сегодня нашлось еще кое-что в этом магазине. На самом деле я хотела в него попасть, но я не думала, что мне придется это сделать так быстро. Я вчера купила себе, не себе, а своей сестренке, вот такой органайзер, он стоит 99 рублей. И дома до меня дошло, почему я не взяла себе такой, потому что мне такое тоже надо. Наверное, меня смутила вот как раз вот эта иллюстрация, что он очень хорош для маникюристов. А так как моя сестра маникюристка, то я не думая взяла его ей. Но на самом деле, как органайзер для хранения косметики, для кремов разных, баночек именно, может быть карандашей или кистей, то это тоже идеальный вариант. У меня есть полочка примерно такого размера, на ней разношерстные стоят пузырьки, какие-то коробочки, которые тоже что-то хранят. И я думаю, что замечательно у себя все организуют. То есть не зря меня не туда привез автобус, я этому очень рада. Также вчера во время, я застала привоз, но многое было в коробках. Мне нужны были батарейки. Сегодня я уже взяла эти батарейки солевые, не алкалиновые. Но для мелких каких-то предметов, это вот фонарики по улице пробежаться, батарейки в часы, вот такие вот вещи подходят. Для чего-то серьезного, если вам нужно, чтобы долго их качественно работала батарейка, то, конечно, надо брать алкалиновые, солевые не подходят. Они по 55 рублей. Далее. Вчера не успели выложить новиночки, сегодня я их застала, сейчас покажу. Это очень удобные сидушки для табуреток. Дизайн был разный, я себе взяла несколько. Взяла я три штуки. И взяла я не для табуреток эти вещи. Посмотрите, какое качество прошивки. Она плотная. Здесь антискользящая такая поверхность. Между ними еще что-то, прям вот сантиметр толщина. То есть как будто там еще синтепон или что-то такое проложено. И вот это вот приятное какое-то ковровое такое покрытие. Очень мягкое и классное. 77 рублей цена этой сидушки. Так, состав. 100% полиэстер. Но супер. На самом деле супер. Мне такие сидушки нужны на компьютерные стулья, на мой и на стул мужа. У ребенка стул очень мягкий, сам по себе ему не надо. В общем, взяла я себе такой. Мужу взяла нейтральный. И не поверите, уже прохладненько на подоконнике. У меня кот любит спать на подоконнике. И я решила нашего Степана не обижать. И взяла коту тоже такую вот антискользящую сидушку. Вот так вот. То есть даже нашему коту будет очень приятно валяться на подоконнике. Ну и сегодня, конечно, мне особо ничего не надо было. Поэтому я в продуктовом отделе еще взяла свои любимые томаты маринованные. Вот это вот фирма. Они 50 или 55 рублей стоят. По-моему, 55. И также я их взяла, кстати, 2. 2 бутылочки. Нет, наверное, те 50. А вот эти, видите, написано 55. Хотя черри маринованные 550 грамм. А в этих 680. И вот такие еще помидорки взяла. Из неполезного. Вот такой вот, что-то типа лимонад. Газировка. Раз в месяц я такие вещи беру. Ну и еще из неполезного. Понравились вот такие вот читасы новинки. Со вкусом докторской колбасы. И они идут в форме шариков. Их прямо засыпать можно в ротик. Вот. Таких 3 штучки. Они по 10 рублей, кажется, были. В общем, взяли. Далее. Зашла я в улыбку радуги 25 числа. Давайте я помидоры все эти уберу. Они вам никакого интереса, наверное, не представляют. В улыбку радуги 25 числа специально заходила. Там было 40% скидки на краски. Я пришла за свои любимые. Это L'Oreal Paris. Кастинг Крем Глосс. Вот прямо очень люблю я эту краску. Уже 2 года примерно я ей пользуюсь. И не хочу изменять. Мне показали, когда девочки, эту краску. Юленька и Вика, Викуля, Попридухина. Девчонки, спасибо вам огромное. Я сейчас перехожу. У меня было время черного цвета волосы. А уже в течение около года я перехожу на более светлый. Тут молочный шоколад оттенок. Он очень натурально смотрится на мне. Единственное, что пока волосы по всей длине черные. А вот корни уже так хорошо отросшие. Они идут молочные. И такой красивый градиент получается. Но постепенно буду срезать длину. И останется только молочный шоколад. И вторую тоже взяла. Получились они по 207, кажется, рублей. Это очень хорошая цена на эту краску. Одной краски мне хватает на одно окрашивание. Потому что надо окрашивать влажные волосы. Это очень экономит. Также на кассе я увидела вот такое кухонное мыло. Лимон от красной линии. Вообще от красной линии кухонное мыло очень хорошее. Вот такое оно густенное. Объем тут большой. 500 мл. И оно экономное. Вообще люблю, чтобы на кухне было мыло именно кухонное. Дальше. Не смогла мимо пройти. Увидела вот такие вот два мимишных бальзама. Первый с ароматом тирамису и какао. Ну, правда, пока не открываю. А второй ежевичный семифредо. Вот так. Называются Упс. И вот такие две милые девочки. С такими вот бальзамщиками. Ну, прям очень захотелось бы их. И я их купила. Цена прям была очень недорогая. Недорогая. Так. Из необходимого я еще взяла. Только я не помню уже где. Пятерочки или еще где-то. Это, конечно, время зимы. Вот такие милейшие пингвинята. Это бумажные платочки. Понравилась мне очень упаковка. Также бумажные салфетки у нас всегда должны быть под рукой. Вот такие вот. Их тут, по-моему, 100 штук. И при необходимости очень удобно. Открываете вот эту вот. Она так, ну, видно, да, отщелкивается. И вытягивая одну салфетку, за ней тянется вторая. Вы одну вынимаете, и вторая чуть-чуть остается выглядывать. И так по очереди. Очень удобно. И хранить их так удобно, и пользоваться удобно. Ну, и ватные диски я сам. Я не помню, какая цена. Я взяла с пятерочки. Это точно. Ну, Зеву бумагу тоже я брала в пятерки. Туалетную, конечно, показывать не буду. Это настолько уже расходный материал, который не интересен каждому. Но при необходимости каждый сам разберется, какой ему брать. Так, теперь из более интересного. Я не так давно в болталке кухонной показывала каталог СиЭль. Говорила, что не устаю и что-нибудь себе закажу из него. Одну помаду взяла себе я, и одну взяла себе моя мама. Давайте смотреть, потому что я впервые беру декоративную косметику в компании СиЭль. И мне было интересно. Я взяла себе... Где-то тут есть... Вот. Это лаковая помада. Вот так она называется. Глянец. Жидкая лаковая помада Глянец. Наверное, есть оттенок. Есть. Вот. Вот так она называется. Малиновый смузи, кажется. И давайте смотреть теперь. Вот такой милый дизайн. Немножко плоская. Удобно в боковые кармашки сумочек ее складывать. Мне кажется, это уже стандартный такой спонж-лопаточка. И вот такой цвет. Очень красивый цвет. Я себе не стала брать лаковую помаду Фаберлик, потому что хотела попробовать в СиЭль. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Она больше похожа на летнюю. Потому что такой немножко барбешный цвет. Но зимой под красные щечки в мороз, наверное, тоже подойдет. И будет еще со своей стороны защищать губы, потому что она достаточно плотненько ложится. У меня нет лаковых помад. Это будет первая. И мама себе заказывала. Вот эта помада очень интересна. Так выглядит она. Вот так в коробочке. Оттенок. Вот такой. Видно. И она называется. У них, кстати, все или не мало. Там помад. Питание и комфорт. И она подходит как антивозрастная защита. То есть для более старшего поколения. Это очень интересно. Выглядит помада вот так. Симпатично. Солидно. И вот такой имеет оттенок. Осенний цвет такой. Я себе примерно такого цвета чуть-чуть посветлее заказала в Фаберлик полуматовую. Но вот мама себе почти такую же, только потемнее чуть-чуть и посочнее Ксиэль. Вот так вот она смотрится. Красивая. Прям очень красивая. Давайте так ее поставим. Пусть она нас радует. Так. И совсем недавно мне подарили вот такую книгу. Кира Май написала. Называется «Скоба». И эта книга... Давайте я вам покажу вот так. Что пишет сама автор. И вот так. О чем эта книга. Вы знаете, книга написана легким языком. В ней есть даже небольшие иллюстрации местами. Вот такая, можно сказать, биография автора. И я думаю, если вы прочитаете и, может быть, под моим роликом или, ну, скорее всего, под моим роликом оставите свой отзыв на эту книгу, то автору будет приятно прочитать. У нее есть возможность это сделать. Ссылку, где можно приобрести такую книгу, я оставлю. Со своей стороны рассказывать ничего не буду. Могу только вот так вот подразнить, показать. Ну, только надо будет ставить на паузу. О чем идет начало. Ну, думаю, дальше, если вам будет интересно, то вы можете ее себе приобрести. И, если вдруг это случится, то не забудьте оставить свой отзыв, вашего мнения об этой книге. Все, на этом мои покупки, подарки закончились. Все показала, ничего вроде бы не забыла. Вот еще раз сводча. Спасибо огромное за внимание, за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной. Мне это очень-очень приятно. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok